Слепота 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 А теперь мы понимаем, что в этой сфере, в принципе, работа ведётся, она долгосрочная, и видны границы этой работы. А вот именно социальная доступность услуг, социальная доступность учреждений — это очень важная сейчас работа, и мы в основном профилируемся в ней. — Саша, ну вот без ложной скромности, что называется, ваша организация начала активную работу, и я даже по себе знаю. Вы мне постоянно звоните, постоянно приглашаете на какие-то семинары, на мероприятия. Уж один конгресс людей с ограниченными возможностями, которые провели в нашем городе, в Севастополе, — это значимое событие. — Да, конечно, работы очень много. Знаете, ну вот есть, может быть, я скажу как-то банально, что если ты делаешь любимое дело, то работать тебе не придётся ни одного дня в жизни, да? — Практически не работаешь. — Да, вот могу сказать именно так, что я делаю то дело, которым я живу, и для меня… Мне сложно отделить, знаете, одно от другого как-то. Это работа в библиотеке, работа в белой трости. Вот мы всё делаем вместе, мы в две руки, и это просто жизнь. Потому что хочется жить хорошо, хочется другим людям показать и дать возможность жить хорошо. Поэтому это просто как обычный день. Каждый день как обычный день. — Саша, когда вам предложили стать, ну сначала руководителем, да, организацией, потом вы стали президентом, вы сразу согласились? Вы не раздумывали? Или это огромный груз ответственности, который вы взяли на свои плечи? Ведь за вами люди. Ну конечно, думала. Конечно, есть много различных моментов, сложных, но ничего не даётся легко никогда. И когда, например, проходят мероприятия, когда они завершаются, когда мы закрываем их, когда подводим итоги, собираем статистику, что ты видишь эти цифры, ты видишь отзывы людей, ты видишь, как меняется жизнь людей, вот, вернее, я это вижу, и для меня это самое главное. Ну вот на примере скажу, что есть, ну условно, конкурсы, да, в конкурсах всегда есть призы. Вот я считаю, что наша работа — это и есть уже приз. Вот нам не нужны призы, потому что ту динамику, которую я вижу у людей, вот для меня это самое главное. Когда-то кто-то меня сподвиг на то, чтобы я поменяла свою жизнь, и чтобы моя жизнь была не общество для меня, а я для общества, вот в этот момент я поняла, что вот это самый большой приз и самая лучшая благодарность за всё, что мы делаем. Как мы говорим, тот лотерейный билет, который хотели вытащить. Ну здорово, хорошая фраза. Думали об этом, мечтали, что это будет так? Нет, вот даже и предположить не могла. Моя история началась с обычного семинара, на который меня, знаете, условно говоря, заставили прийти, сказали, явка обязательно, вот приехали гости из Екатерины, из Свердловской области, там что-то будут показывать, точно не знаем, что. Знаете, не было там хорошей рекламы, хорошего пресс-релиза, как-то что-то вот заставили пойти. И я благодарю тех людей, и благодарю Бога, что так случилось, моя жизнь поменялась в этот день. Саша, прошёл конгресс людей с ограниченными возможностями с 19 по 23 сентября. Масштабнейший форум, в котором приняли участие 20 регионов России, 7 стран мира и около 200 участников. Всё получилось, что задумывали? Да, получилось всё, что задумывали, даже больше. И до сих пор собираем обратную связь, до сих пор она идёт, до сих пор идёт из регионов. До сих пор сейчас уже к нам обращаются как к экспертам. И хочу сказать тогда, похвастаться, это для меня гордость. И прям я очень рада, что так получилось. Конгресс в Севастополе дал толчок трём конгрессам в России. В 2020 году будет конгресс людей с инвалидностью малых городов и сёл в самом большом селе России, Кенель-Черкассы. Также 2020 год это Дальневосточный конгресс и Балтийский конгресс в Калининграде. Мы только вернулись из поездки. Да, мы только приехали из поездки, из Кенель-Черкасс, где глава поселения, глава района дал указание сформировать оргкомитет, назначить сроки, даты, цели, задачи. И я прям окунулась обратно в 2017 год, когда мы работали над нашим Севастопольским конгрессом. И это, конечно, потрясающе. Я представляю, как повезло Кенель-Черкассам, этому селу. Это вот, это что-то. Знаете, движение конгрессов растёт, и конгресс — это сам по себе феномен, который нужно описывать, его нужно изучать. Потому что чем отличается конгресс от обычного, не то что обычного, от большинства форумов, семинаров и встреч, фестивалей, тем, что на конгресс приезжают люди с инвалидностью, социально ответственные, социально активные. Они сами платят за участие в конгрессе, они сами приобретают себе билеты. То есть тут нет никакого фактора благотворительности или иждивенчества. Здесь всё люди делают сами. Если они не... Ну, минимум людей, которые не могли заработать себе на то, чтобы участвовать в конгрессе, они привлекали спонсоров. Мы писали очень много писем по их просьбе, что мы их приглашаем, что их участие важно для Севастополя, для конгресса. И многие люди находили средства для того, чтобы приехать. То есть, представьте, какая мотивация у человека с инвалидностью, чтобы приехать и поучаствовать. И вот именно эта изюминка наших конгрессов, людей с инвалидностью. Саша, а кто там взял на себя смелость организовать такой конгресс? Вот в нашем городе это организация «Белая трость» и библиотека имени Толстого. Вот по сути дела это всё ложилось на ваши плечи. А там много людей, единомышленников. Знаете, на самом деле, для меня это понятно, что если тебе лично это надо, тогда у тебя всё получится. А хотеть и при этом ничего не делать, ну, это может каждый. А вот взять сегодня, проснуться и начать делать именно самому, одному в поле. Хоть и говорят, один в поле не воин, да, может быть, именно не воин, но созидатель, да. Ты можешь вдохновить людей, зарядить людей, объяснить им перспективу. И люди загораются вместе с тобой и идут, и помогают, и включаются в процесс. Так вот, в Кенель-Черкасах инициатором конгресса выступает филиал Тольяттинского медицинского колледжа и его директор Катерина Исаевская и организация «Белая трость». В прошлом году вы реализовали грант, как помогать людям с ограниченными возможностями здоровья разных диагнозов или нозологии, как мы говорим. Вот были семинары проведены по обучению взаимодействовать с инвалидами, и они проводились очень активно в то время. Как не потерять то, что уже накоплено, и где найти следы, то, что вы уже сделали? Где проводятся, возможно, беседы, возможно, какие-то лекции, психологические тренинги? Обязательно. Это сейчас проводится в Центре инклюзивной культуры на Большоморской, 31, это медицинская библиотека, 8-й филиал. Там, где находится отдел для незрячих и слабовидящих, там есть сейчас такая площадка, на которой мы, знаете, на практике показываем инклюзию. Как происходит инклюзия? Это взаимодействие людей различных социальных групп. Мы уже на сегодняшний момент, знаете, переходим к широкому понятию инклюзии, не только включению человека с инвалидностью в общественные процессы, но уже и людей различных социальных групп, те, кто раньше не общались и не могли взаимодействовать. Сейчас мы пытаемся это взаимодействие начать, его взращивать, культивировать, чтобы потом все могли общаться. Вот знаете, есть социальная группа инвалиды, социальная группа иностранцы, мамочки или беременные, ну много, медики. То есть, ну да, есть своя социальная группа, у которой есть свои культурные особенности. Так вот, мы хотим, чтобы это взаимодействие культур развивалось вот на этой площадке. И мы очень активно сейчас работаем с студентами педагогического колледжа и проводим урок инклюзивного общения для этих ребят, для вот прям несколько групп приходят к нам каждую неделю, мы проводим семинары по инклюзивному взаимодействию. Ну, в перспективе мы надеемся, что со всеми колледжами у нас будет такая работа. И также со школами, с учениками 9-11 классов есть этот проект. И надеемся, что Министерство образования, Департамент образования его поддержит. И мы будем проводить такие маленькие, короткие уроки инклюзивного общения для учеников. Это важно. Это важно поддержать ребят и поддержать город и семьи вот на пути к инклюзивному образованию, поддержать самих ребят, их родителей. Потому что завтра придут в школу дети с ограниченными возможностями. Они уже сегодня есть в обычных школах. И будет больше. И есть конфликты, есть проблемы. Вот мы хотим об этом, мы хотим эту поддержку оказывать семьям, классам, прям коллективам сложившимся. И будем оказывать, если есть желание, вот сейчас меня слышат педагоги, руководители классов, обращайтесь, мы обязательно придем к вам с этими уроками. Мы и сотрудники библиотеки обязательно придем, познакомим вас с инклюзией. Можно, как вы, придете, но можно и пригласить к себе. Правильно. И место встречи — это медицинская библиотека, да, Большой и Морской. Да, педколледж приходит к нам. Вот вместо Пани недалеко от нас находятся. И поэтому вот у них там третья пара, они приходят к нам, и мы взаимодействуем. Ну, я хочу еще показать сюжет о том, какие же мероприятия проводятся в библиотеке, и вообще, что это за отдел для слабовидящих людей. Я слежу за качественной штатной работой специализированного оборудования, которого очень много в нашем отделе, самого современного специализированного оборудования. То есть это адаптивная техника, которая помогает людям незрячим и слабовидящим получать информацию, если так в общем сказать. И плюс к тому я провожу занятия с инвалидами по зрению, обучаю их, взаимодействую с компьютером, с смартфоном, ну и в принципе работе на вот тех вспомогательных устройствах, о которых я сказал. Я занимаюсь, пока человек не поймет какую-то тему конкретную, и это очень индивидуально. Это зависит от возраста, от базовых навыков. То есть кто-то что-то знает, кто-то не знает, совсем ничего. Естественно, разное время требуется на обучение разным вещам. Я несколько лет назад открыл для себя дверь в новый мир, мир свободного доступа к информации, и не смог держать это сокровище в себе, и мне захотелось поделиться с другими людьми, с людьми с нарушением зрения, потому что я понял какое-то чувство свободы, непередаваемое ощущение, и захотелось, да, захотелось поделиться этим, и поэтому я здесь работаю. Я хочу погоду посмотреть. П, О, Г, О, Д, А, да-да, 100%. Погода, Яндекс, нашлось 400. Один погода, всего 100. Первая же ссылка, погода в Севастополе. Это был какое-то наитие. Я почему-то решил приобрести ноутбук. Просто думаю, надо бы купить ноутбук. Где-то я слышала, что люди незрячие работают, и я до сих пор не понимаю, как это мне пришло в голову, но вот действительно что-то с наитие какое-то. Постепенно, постепенно очень было тяжело, все было новое, голова разрывалась первые месяцы, потому что специализированные программы, совсем по-другому с ними работать, чем, допустим, как обычно люди работают, мышка, я работаю только на клавиатуре. Постепенно узнавал что-то новое, продвигался, стал получать удовольствие от процесса, а не только напряжение. И вот, мне говорят, сколько лет ты учился работать на компьютере? А я говорю, я до сих пор учусь. То есть развиваюсь всегда, что-то новое, какие-то новые приемы, какие-то новые аспекты. Этот процесс, я думаю, бесконечный. Гораздо больше возможностей в плане мобильности предоставляют сенсорные устройства, которые, казалось бы, для слепого человека недоступны совсем. Тут на компьютере хотя бы клавиши есть, тут нет ничего, голое стекло и все. Но современные программы позволяют незрячему человеку взаимодействовать и со смартфоном. Причем очень удобно, быстро и хорошо. Я касаюсь ярлычка на экране, он у меня не запускается, а программа проговаривает его. Чтобы запустить, я должен просто два раза коснуться у каждого ярлычка. То есть вот открылся. Мои файлы – это что угодно, любая программа. Доступны мессенджеры, WhatsApp, Viber, Skype, электронная почта на телефоне, навигатор. Очень хорошая есть программа для навигации спутниковой. Я вот курсы в Москве закончила, которая позволяет незрячему человеку в любом месте незнакомому проложить маршрут, добраться, куда ему надо. И опять же расширяет нашу свободу. Большой популярностью сейчас среди наших читателей пользуются аудиокниги. У нас в фонде их очень много, и плюс мы можем закачивать эти книги из онлайн-библиотеки, где их несколько десятков тысяч. Поэтому на любой, даже самый взыскательный вкус, книгу мы найдем и людям предоставим. Отдел у нас специализированный для людей именно с нарушениями по зрению. Соответственно, фонды у нас специализированные. В частности, у нас есть аудио, фонд аудиокниг, которые помогают людям знакомиться с литературой. Для людей, которые читают по Брайлю, книга промаркирована надписью именно шрифтом Брайля. Для сотрудников, для нас, для зрячих, это книги обычным шрифтом напечатаны. Кроме этого, мы провели в этом году достаточно объемную работу по маркировке книг маркер-диктофоном. При наведении на эту метку маркер-диктофона наш читатель может узнать, что записано на этой книге. Автор, название произведения и определить, нужно ему это или не нужно. То есть, внутри каждой коробочки флеш-карты, на которую записано произведение. Порядка 600 книг. На каждой книге записано 5-6 произведений. Саша, так вот было видно, что это можно и аудиокниги почитать, и те, кто не умеет или не знает, как обращаться со смартфоном, как обращаться с компьютером, что называется «Виктор в помощь». Не Гугл, а Виктор в этом случае. Но я знаю, что библиотека совместно со студентами Севастопольского государственного университета разработала проект «Почувствуй историю». Анна Рындина, руководитель этого проекта. Кроме пилотных экскурсий, проведенных и в дни инклюзии, и конгресса, востребован этот проект. Работа не канет в лет? Да, ну, конечно, нет. Конечно, не канет. Во-первых, потому что организованные группы людей с инвалидностью, если будут приезжать к нам в город, с ним знакомиться, мы однозначно будем это знать. Потому что, ну вот я сказала, что уже белая трость становится экспертом. И много информации приходит к нам, много запросов, просьб, помочь организовать путешествия. Ну, поэтому для организованных групп это однозначно прекрасная, самая, знаете, центральная визитная карточка города, визитная карточка экскурсия Центрального кольца. Но еще и к конгрессу мы разрабатывали 15 экскурсионных маршрутов для организованных инклюзивных групп туристических. Поэтому у нас, в принципе, весь город у нас охвачен. 15 маршрутов сформированы. Шесть маршрутов из них доступны всем, в том числе для людей на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Остальные, ну вот частично, да, физическая доступность ввиду нашей специфики ландшафта природного, да, нашего города, к сожалению, не можем на данный момент их все сделать такими. Но то, что сделано, уже много. И знаете, даже не то, что оно сделано, но оно и было сделано. Но не было так сформировано. И вот, знаете, мы прошли ногами весь город и вот думали, как сформировать так, чтобы не просто по движению маршрута, это было там автобуса какого-то, да, а вот именно и взять историческую направленность одну, потому что у нас же тоже и несколько эпох, да, очень значимых. Ну, в общем, работа была большая, она есть, и организованные группы мы точно можем принимать и принимаем, рекомендуем, даём рекомендации, отправляем по уже изведанному нашему протоптанному пути. Но также в библиотеке мы проводим, у нас ежегодно есть несколько мероприятий, которые входят в экскурсии для наших читателей, которые проводят вот Елена Александрова, Марина Михайловна, я, мы проводим эту экскурсию для наших читателей, собираем группы тоже, общество слепых, общество инвалидов, и, да, работа ежедневная. Я так понимаю, каждый год он насыщенный и очень плодотворный, и 2018-й не исключение, но если перебросить такой плавный мостик к 2019-й, то уже буквально с 1 января у вас открыт конкурс на лучшее тактильное издание. Да, да, этот конкурс проходит уже второй год, и мы им очень гордимся, так как это тактильное издание рукодельное, и каждая книга индивидуальна. Это шедевр, это произведение искусства и вклад души и сердца его автора. Таких книг, в принципе, не бывает других. Вы можете поднять её немножко. И где же их взять для того, чтобы ребёнок мог ознакомиться с темой, да, для того, потому что фабричные книжки, они не такие интересные. Во-первых, которые для слепых детей, они вообще бесцветные. А здесь, вы понимаете, настолько интересно всё, всё это потрогать, всё это шуршит, звенит, всё это можно погрызть, с этим со всем можно поиграть. Но никогда ребёнок поросёнка или слонёнка, да, как слепому ребёнку узнете, что такое слон. Ну вот примерно так можно объяснить, что такое слон. И, казалось бы, это может быть разного цвета, правда? Вот ребёнок всё равно не видит. Нет, он обязательно розовый, зебра обязательно в полосочку. Потому что это сказка, да. То есть это всё должно быть... Это вот прям... Вот эти книги сделаны добровольцами, волонтёрами, людьми обычными. Вот эта книга вообще наша гордость. Мы очень благодарим художественный... Профессиональный художественный колледж. Вот они сделали такую книгу прекрасную. Тема прошлого года была природа, экологическая, прошлого конкурса. А в этом году у нас конкурс книги, посвящённой русской письменности, славянской письменности. Поэтому у нас очень интересные номинации. Самая тактильная ручная буква. Лучше слова не найти. То есть можно посвятить книгу одному слову, например, «Любовь». И вот по каждой букве на страничку, вот пять страничек будет «Любовь». Да, шесть. И, например, оформить букву на странице тактильно, рассказать об этой букве. Ну, не знаю, это такое творчество, хотелось бы окунуться в это, но работы многое ещё другое, поэтому мы, к сожалению, этого не делаем. Ну, может быть, в отпуск надо это делать. Давайте дадим слово вашим коллегам. В чём суть этого конкурса и кто же может в нём участвовать? Суть конкурса в том, чтобы рассказать жителям города, что у нас есть маленькие жители. У них есть проблемы со зрением. Многие из них не видят окружающий мир. И мы приглашаем жителей города именно помочь нашим юным читателям, нашим юным посетителям библиотеки познать этот мир с помощью тактильной книги. Кроме как, на ощупь эти дети никаким другим образом мир познать не могут. Поэтому, в свою очередь, мы помогаем им, создавая именно тактильные книги. Как ребёнок может понять, например, что есть бычок, рыбка такая, да, бычок. Придя к нам с мамой или с воспитателями, детки открывают книги и на ощупь познают, что у него есть. И плавнички, да, и хребтовый плавничок, и глазки, какой он формы. То же самое касается и других животных, да. Например, сколько, кто такая жужелица, как ребёнку объяснить, не зря чему, кто такая жужелица. Взрослый человек, потерявший зрение, он вполне себе может иметь прошлый опыт, в котором он видел этого жука. А маленький ребёнок, он не имеет такого опыта. А благодаря книге он может узнать, сколько лапок у него, какие у него крылышки, какие у него усики. Поэтому наша цель – пополнять фонды именно нашего отдела тактильными рукодельными книгами. Кроме того, что эти книги хороши и полезны для юных читателей именно с нарушением зрения, очень хороши они для развития детей с другими нозологиями инвалидности. Они развивают усидчивость у детей с ментальными нарушениями. Сенсорика – это прямо на самом деле наше всё. Особенно для детей с ограниченными возможностями. Она у нас особёночек, синдром Дауна у нас. Ну, такой синдром Дауна. Красивый очень. И сенсорика – это правда, прямо вот всё – воздух. Воздух, небо, солнце. Вот это же пальчики. Вот это вот всё, что ты наработал, вот они вот здесь, в центре, в головушке. Всё, что вокруг неё впитывает ребёнок. И она у нас, раз у неё не хватало на крупную моторику возможностей, раз, ну нет, у сердечка стеночки. Естественно, там смешивается не в том месте, не так оно всё двигается. Она немножко подвинулась, и вроде как силы кончились. И она у нас всё время такая усидчивая, такая прям усидчивая, такая внимательная. И вот она всё впитывала и впитывала, и впитывала. Вот это вот всё, вот она, сенсорика у нас дома. Я помню, первая книжка появилась. Вот «Хрюшка» и «Хрюшка». Вот там или листочек, да, а в листочке внутри там шелестят, вот как у нас пакетики шелестят, да. Вот ребёнок трогает, и вот не всегда же ты можешь рассказать, вот что дует ветер, да, или шелестит травка. Уже ребёнок с особенностями в развитии, ну это же надо как-то подкрепить же. А тут он берёт, трогает, нажимает, а там звук. Вот вроде и маме тоже, и половина дела тоже сделана. Вот таким вот образом мы шли. Когда я узнала, что здесь вот так интересно, это вот правда, любому ребёнку, и норма ребёнку, и уж тем более особому ребёнку, вот сенсорика – это правда, это вот прямо наше всё. Безусловно, есть стандарты изготовления таких книг, и они все прописаны в положении. То есть мы не просто людей, да, отпускаем в свободное творческое плавание. Мы даём некие ориентиры о том, каким образом, из каких материалов может быть создана книга. Всё это подробно расписано в положении о конкурсе. Оно размещено в открытом доступе на сайте Центральной городской библиотеки. Любой горожанин нашего города может стать участником нашего конкурса. Главное, чтобы было желание сделать, сотворить такое чудо. Смотрите, какая красота. Это вот листочки, то есть это вот всё, это делалось, можете просто, вручную. То есть это свободное время, то есть людям никто за это ничего не платил. Ну это вот уже… Материал какой? Это, по-моему, гипс они вот делали, из гипса или из глины. Нам проносили такие книги. Книги тоже мы принимали участие в конкурсах в Москве, вот РГБС, Республиканская государственная библиотека для слепых, книга наших участников в Екатеринбурге, в Краевой библиотеке для слепых. То есть мы… Они нам присылают, и мы… Вот у нас Питерская библиотека, они вообще возглавили у себя в регионе. Вот это вот движение, говорят, что если мы не можем остановить, мы хотя бы должны как-то это всё руководить. Понимаете, вот это очень интересно. Почему? Потому что, во-первых, у людей развивается фантазия. Они понимают. Во-вторых, детские сады интересуются, вот есть метод объединения, они приходят, вот это вот всё интересно. И, конечно, ну, в силу того, что я напронимала, мне очень нравится, когда люди это дедут сами. Вот с ребёнком сели, сами сделали, где-то вот кружки, вот, допустим, уроки труда, какие-то вот кружки, вот сейчас же есть много, мягкие игрушки, там, какие-то вот рукоделия, там, вот всё прочее. Они приносят вот с удовольствием такие вещи. У нас очень долго несли, даже после конкурса мы, к сожалению, отказывали, некоторые, потому что опоздали. Люди с опозданием, ну, сами понимаете, есть какие-то временные рамки. Мы приурочим это к одню инклюзии. Итак, Саша, любой человек, который хочет сделать такое произведение искусства, а я по-другому назвать это не могу, может зарегистрироваться на сайте и принять участие в этом конкурсе. До какого числа принимаются заявки? До 25 марта мы принимаем книги. Можно прийти в библиотеку и подарить эту книгу, заполнив небольшую форму. Всё, этого достаточно, даже регистрироваться нигде не надо. И потом мы возьмём контакты и обязательно расскажем, победила, не победила, пригласим на церемонию вручения. Саша, количество участников ограничено или все желающие будут? Конечно, нет, конечно, нет. Но мы понимаем, что, конечно, эта работа очень кропотливая, и не будет такого, знаете, там 100, 200, 300 книг. Мы понимаем, что такого не будет. Поэтому именно с учётом сложности работы это всё очень единично. Потому что чем больше книг, тем лучше. Потому что любой ребёнок может этими книжками пользоваться, не только слепой и слабовидящий, но и с различными другими расстройствами, психическими, психологическими расстройствами. И даже просто обычные дети. Им всем интересно. У нас на Большой Морской открыты окна, открыты двери. И просто дети на этом забегают, они уже знают, куда забежать. Они знают, где есть тёти, которые им дадут книжку. У нас большой стол прям при входе. И вот просто забежали, родители смотрят, а дети играют. Ну и если ты не знаешь, как сделать, но очень хочешь, то можно забежать к вам и подсмотреть. И я думаю, что вы дадите даже какие-то методические рекомендации, как и говорили ваши коллеги. Саша, остаётся совсем мало времени, но хочется узнать, кроме вот этого конкурса, что ещё планируется в этом году? Ну, открою вам тайну, завесу. В этом году мы планируем обязательно проводить Дни инклюзии в Севастополе. Это уже традиция. Также традиционным станет, стал у нас конкурс «Инклюзивная семья». Участвуют в конкурсе семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, либо родители-инвалиды воспитывают здоровых детей, любых детей. Мы хотим посмотреть на них, какие они другие, какие они особенные, поисследовать их и показать всему миру их. И обязательно, обязательно в городе Севастополе будет международная регата инклюзивная. Конгресс показал, что эта самая интересная, самая яркая и обратная связь была прекрасна по регате, поэтому мы в этом году её повторим. Я желаю удачи, успехов, сил для воплощения ваших идей. Спасибо, Наталья. Напомню, Александра Лазарева, специалист отдела для слабовидящих Центральной городской библиотеки имени Льва Николаевича Толстого, президент организации «Белая трость», была гостем программы «Один на один». А я, Наталья Шульга, желаю вам хорошего вечера, бодрых рабочих дней и приятных выходных. До встречи завтра в 17.30. Спасибо, что вы с командой информационного канала «Севастополя-24». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!